вы найдете в аппетите ой слушайте в основном сейчас о том что происходит на территории украина ну а что вам интересно не моя тема моя беседы по ней если честь или люди больше ни о чем не хотят задавайте вопросы отвечу я смотрю на футболки флаг канады так я понимаю да да в канаде я в канаде конечно знаю даже лично даже лично перезваниваю все по простому салфону не по там не на ком не там в отца по вайбер а именно по простому салфона а как получается вы картина шутки да ну да что не видно по мне ой слушайте сейчас уже они ни в кому ничего не видно а вы в москве где живете с не секрет ой слушайте я не из москвы на самом деле откуда из донецка что город белгород город белгород ну хорошо в белгороде и жилья 1 полета я знаю но их два вообще-то белгородцы чаще подчеркивают это в отличие от орловцев но тем не менее по факту орел освободили по факту орел освободили да говорите по факту орел освободили 5 августа на два часа раньше чем белгород да ну а я с этим не спорю нет ну поэтому два города салюта хорошо а как а какая первая остановка вот от вокзала в сторону курска помните от вокзала в сторону курска на электричество как какого-то вокзала автовокзала или и жены разного ну если а сам это жены вокзала конечно если просто вокзал это жена вокзал имеется ой слушайте от жены вокзала в сторону курска но не мучайтесь она называется она называется белая гора а в сторону харькова 1 а вы имеете ввиду электричку слушайте я на электричках не ездил никогда не ездил один раз за всю свою жизнь а ну я вижу крутой только на машине надо ездить и живете где-нибудь в элитном районе типа зеленая поляна нет нет я живу на самом деле самом белгороде а ближе к украине в толоконном что ли октябрьский или дубовое нет нет есть такое село никольское называется шибетинский район стиль нет ну понятно понятно но кей на 1 километров до города но это по через через что объезжаете через дубовое или или нет да таврово дубовое а вообще там всю жизнь прожили или просто там купили надо дом наверно на коттедж мою всю жизнь но белгород знаете хорошо мой служить если я туда никуда никогда не выезжал то наверное я знаю лучше любого другого но вряд ли вы лучше меня знаете а может и лучше давайте давайте проверим контрольного вопрос когда когда и где конкретно в белгороде появился первый девятиэтажный дом у меня еще я понимаю что вы не родились я же не вышел были очевидцы просто это знание истории надо я вам подскажу 1966 год а вот какой-то дом вы можете просто догадаться да именно как где он находится первый человек не такой вопрос задает и вот я сейчас думаю но я думаю что это было где-то в центре а какой именно но не согласна это наверно на улице блин удар не знаю на самом деле это интересный вопрос ладно не буду вас мучить я если вам интересна эта тема я вам расскажу скажите секундочку мне звонят я подожду не прерывайте алло да я я сейчас по скайпу говорю перезвони мне но я тебе сам перезвоню через через час-два ну через час может быть может пораньше давай бай бай вот такая на чем а на на первом доме девятиэтажный первый дом он находит он находит чуть-чуть вы чуть выше старого кладбища по попова ну именно там по попова улице 2 3 интернационала уходит перпендикулярно туда вниз на сами да 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 на сами на второй дом чуть подальше там где я не хотел это сказать конечно но просто я думаю я ошибусь а второй дом чуть подальше там же метров 900 или километра от него там где можно я вам вопрос скажу второй дом там где троллейбус 2 5 заворачивает на мичурина и там в глубине такая плаза есть вот я вот это поправлю заворачивал уже нет таких что троллейбус убер убрали шить пятерочку да и что вместо него ходят автобусы приходят автобусы дизель электробусы или простые автобусы до электробусы и автобусы на а какие троллейбусы остались в богданке остались троллейбусы по богданке дальше ходят троллейбусы странно что пятерка самый востребованный маршрут был он восьмидесятый а вы видели улицу щерца нынешнюю как как она трансформировалась ну после я видел ее лет семь назад даже бывало ооо не 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 а в смысле вы буквально три года назад вы видели как она трансформировалась вы имеете ввиду дорогу саму увеличили количество полос или что там полностью все изменено а ну посмотрю автобусы едут в центральной полосе за их отдельные светофоры ну посмотрю это интересно да но печально это реально очень интересно для автомобилистов конечно не очень удобно но для тех кто передвигается на общественном транспорте прям моментальное предвижение я сама печалью новость и мне сообщили что пятерочку убрали это жаль она такая знаковая она была троллейбус пятерка она была для городов размера белгород в ссср одна из наиболее так сказать интенсивных маршрутов он даже входил как в топ какой-то у вас среди городов порядка там вот на тот момент там 200000 до 200 а троллейбусе пятерка троллейбус выбить убрали вы сказали убрали его но убрали ну да я не про магазина про троллейбус а кстати когда открыли троллейбус на движение в белгороде помните ну и вы тогда может не знаю знаете ли примерно какой год нет точно не знаю 1967 причем сначала не причем сначала они ходили по бывшей ленина современного гражданского проспекта потом почему-то их оттуда убрали я помню что даже была троллейбусная линия от полаганки по всей подмост и до самого майского ну была да но ее уже давным-давно нема убрали под провода да конечно это тоже была примечательность белгорода это назывался пригорный троллейбусный маршрут не так уж много городов в россии там и в ссср имели пригородный маршрут он белгород имел да это тоже может зря убрали им виднее наверно там могу вам еще интересные факты подкинуть по истории белгорода ой извините я что хотел спросить у вас это делает прожектор да да а почему появился там украинский флаг но это ж прикол страна не найдено было написано у меня у меня такой вопрос просто мне интересно почему у вас украинский если и следом российский флаг появляется там там и не 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 российский флаг а флаг харьковской республики там появляется но неважно я харьковской республики да а что есть ну а как же шел в белгороде жил это не знаете что в четырнадцатом году был такой флаг четырнадцатом году 2014 году до 2014 но это когда подавили их восстание время плана но до того как подавили флаг был типа геральдика ну понял а почему не туда плана днр лнр ну я как бы патриот харькова они днр лнр а так они типа они типа союзники в борьбе как говорится против украинства можно сказать и были харьков подавили к сожалению но тем не менее я не фанат не донецка не луганск а когда вообще харьков появился и кто основал его что мне проверяете по основан его мне не проверяли вы меня а я просто вот я лагеря появился в тысячи шестьсот пятьдесят третьем году показывали алексей михалыч основан который потенкин позже было лет на 150 потенкин херсон основан потенкин царь такой был он по моему отец петра первого или дед ну по-моему отец и ну те годы был потом бы через него я через одного был послевать тот первый который образовал российскую империю но это придуманный коммунистами некий мифический но можно реальный казак но который якобы сказал что здесь будет город и они считаются что это типа он основал но это коммунистическая придумка что они это обосновывали ту пакость которые совершили ленин и троцкий это харьковская республика не флаг точно там же белая голубой зеленоватая в луганской голубой а в кадрске салатовый а я сейчас думаю что за флаг такой ух какой мой провокатор вот так вы вам и я вам могу по истории вот вы знаете что вообще белгород это первый город в россии который был полностью декоммунизирован в 2004 году москва в 90-х большинство декоммунизировано название но не полностью до дурака валяне разговаривают разговаривают почему же тогда утилитарном государстве правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть идти кто aquilo государство груди он на порт так что-то ответил gir Alan есть финансы опублика литивот sexual организации ритуал жеidad вот у нас еще тогда работали ¿runde разговаривают по полотенцам на себя Brускеса коллекопная ikisi этот авт-ор выгляды разговаривают остор Westminster его связи с нашими Hey он д RNA Но поведет всегда вязать мудрые пути. И сниться нам не ровно, как космонема, Жене-это ледяная синема. А сниться нам крова, крова усома, Жене-это ледяная синема. Улучшено, чтобы меня судили по справедливому закону в относительной справедливости большинства народа. Ничего-ничего. В тюрьме тебя воспитаешь, лет через десять ведешься другим человеком. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хорош. Голытьку всякую прочую, за зданицы родные, за луга, за лёные, да за царскую вочину. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Это русский губ. Мы сделали украинский угол и ночной. Мы таясь. Да, да. Украина, который... Ну, он всё знает. Мы покрыли что. Не надо испытывать наше терпение. На любой выход. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми снабёдами. От Хайкова до Киева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смертный бой. Ты нашу искреннюю силой днёмною. Не раджевой днёмной. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. А до встречи. Пока.